так всем привет вот имеется редуктор томасета шланка заведена сразу в воздухан так сказать забор же воздуха стоит хлопушка вот поменял ремкомплект на него фильтр был засорен полностью эта прокладка еще живая у меня была эта прокладка вообще дубовая была капец все поменял вроде настроил там по одному видео человек рассказывает что закручиваем винт холостого хода на максимум вот и потом мы этот качество смеси при этом вот этот откручен секунду полностью откручен вот и вот этот винт откручиваем вот заводим машину и потом закручиваем до тех пор потихоньку медленно пока пока на холостых машина заглохнет потихоньку закручен так вот потом на 2-3 положения откручиваем вот ну чуть даем что машина завелась и потом начинаем этот откручивать а этот запомнили где машина заглохла назад и поставили ну короче вы стрелял по этой технологии что закручиваем качество пока машине залог нет потом начинаем откручивать вот потом газуем пробуем на этот и потихонечку прикручиваем прикручиваем когда машина уже начинает плохо набирать обороты когда подозреваешь она давится тогда получается назад чуть приоткручиваем все это положение у меня примерно положение 2 полных оборота сейчас на данный момент стоит сейчас все равно буду выставлять и что то я пробовал ничего у меня не получается с этой настройкой как то я выставлял то есть здесь то и тут у меня здесь было 2 полных оборота и чуть чуть а над этом на винте качество тоже было 2 полных оборота вот и как там машина ездила ездила а потом как то в один прекрасный момент стало тупить короче дергаться непонятно что происходит вроде держит холостые начинают трогаться только начинают трогаться нормально буквально секунда машина как бы давится 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 а потом просыпается вроде начинает ехать стреляет что в одну сторону в впускной коллектор в хлопушку начинаю больше давать количество вот жадности тассовинт вот стреляет потом в выхлопную короче переобогащаю смесь короче я думал что то с ремкомплектом что я поставил не так в общем я разобрал его сегодня так сказать просотрел ничего нормально все с ним вот то есть я его не снимал снял ну полностью не вытаскивал снял только газовый этот самый шланг вот этот снял шланг скрутил с этого стойки вот так наклонил с этой стороны эту крышечку открутил посмотрел там все нормально и вот эту крышку открутил ну сначала вот эту первую потому что он тут жестко стоит тут удобно подлезть вот то есть шланги вот эти более менее как-то через них вот этой крышечкой прошел вот снял более менее и как бы там же я новые эти резиночки ставил с ремкомплектом шли на ну клапан клапанцы типа вот и я как бы попридавливал рукой типа чтобы немножечко хоть седло разработалось и здесь и здесь потому что бывает зависают обороты тысячу тысячу пятьсот до двух тысяч бывает просто висит оборот висит газнешь все брык упалит мне кажется это клапанцы вот эти вот а посмотрел в интернете такую штуку сегодня что можно полностью винт качества вот этот закрутить он у меня сейчас полностью закручен ну я еще машину не заводил только собрал вот только да как собрали сразу возьмите все пеной промажьте продуйте вот эти места вот эти вот эти чтобы ни денег еще не травило потому что безопасность превыше всего вот и там есть такая теория что холостым откручите холостой что-то не навелось вот откручите холостой до тех пор пока машина все завелась работает четко работает без никаких проглюконов вот это можете побольше открутить пока не привязываться к нему вот машина завелась работает четко а потом винт ой сейчас винт качество начинайте откручивать до тех пор пока машина начнет уже отзываться то есть у нас работает только на холостом и как вы только начинаете винт качество смеси откручивать откручивать если начинают обороты меняться больше или меньше что ж такое у меня с автофокусом вот тогда уже как бы мембрана именно на той стадии на том пороге когда чуть-чуть вы начинаете уже подгазовывать вот тогда она уже начинает нормально открываться вот то есть именно найти этот момент что с холостого переход на мощностной режим вот это у меня с этим были проблемы у меня стреляло очень часто в впускной коллектор в хлопушку но мне еще надо конечно бронепровода поменять я на них еще грешу на днях поменяю вот но как бы потихоньку я и так катался нормально все а вот в последнее время и даже по чуть-чуть не могу разгоняться нормально она дергается непонятно что творится сейчас короче буду сейчас прогрею вот сейчас попробую выставить сначала на холостом заведусь вот выставлю холостой стабильный там по тысячу 900 сделаю вот а потом качеством начну потихонечку откручивать и до тех пор пока поменяются обороты вот узнаю грань вот эту между холостым и мощностным режимом вот потом выведу на 3000 оборотов когда вывели на 3000 оборотов по-другому закручиваете как только начинают обороты падать вот вот это есть грань чуть-чуть назад вот откручиваете и все и должно вот так должно как бы в теории вот но мне кажется оно так должно и работать сейчас прогреем и потом посмотрим как она будет работать так прогрела а кстати забыл сказать машина десятка вот двигатель 1.5 16 клапанов вот до чего как бы я дошел как бы додумался в итоге чем-то да эта теория верна чем-то немножечко не верна вот смотрим в итоге надо как я сейчас под капот зайду вот в итоге надо как получается сделать даже взять допустим на первый у меня был провал то есть берем включаем ручник пожестче посильнее вот заводим вот завелась машинка работает так теперь включаем задний или первая допустим у меня на первый был как бы чуть рывочек а потом провал вот то есть мы смотрим вот отпускаем как бы сцепление отдаем газу но стоим на ручнике чтобы машина просто взялась под как бы под этот самый под нагрузку она не поедет вот далее чуть и пускаем вот должен идти как бы провал такой вот она не идет ей хватает топлива даем газу и отпускаем вот машина пошла и нема от этого провала у меня именно этот был провал так же самое можем заднюю включить заднюю лучше вот машина уже котится я не газую вот я просто бросаю сцепление то есть хватает именно хватает именно этого выхлопа именно взрыва именно этой смеси хватает так чтобы машина без подгазовки ехала так в итоге что у нас получилось да действительно я болт качество закрутил и начал откручивать этом открутил почти оно стало аж за сейчас заподлицо с вот этим вот вот только тогда я как-то завелся еле-еле работала она неровно вот и такая интересная штука как бы она работает да берите болт этот качество выкручай не выкручай без разницы только тогда после того как мы немножечко где-то на вот так вот даем вот как бы резко газуешь холостого хватает чтобы она просто так резко погазовала вот а когда так зажать и держать все холостого уже нема и она глохнет то есть мы по чуть-чуть отклоняем когда уже двигатель начинает колбасить вот вот сейчас заглохнет вот только тогда мы лезем к винту качество смеси и начинаем его крутить вот открутили чуть-чуть оп опять начинает немного дергать и вот где-то на вот этом уже моменте вот мы начинаем его откручивать у меня он примерно на вот сколько выкручен это на новом ремкомплекте вот и вот тогда только выставили довольно такие обороты уже хорошие поднялись все и вот тогда только машина стала нормально ехать и то я только проехался пару раз она разочек хлопнула кстати надо резиночку поправить все село вот только тогда пошла вот то разок хлопнула я где оно там все темное такое я не наводится я его на пол оборот у меня стояла вертикально сейчас по отвертку сейчас стоит горизонтально примерно да вот и сейчас только что сам проехался под нагрузкой под этим вроде сейчас нормально теперь вот я сейчас качество еще под выставил то есть нам сейчас надо опять этот болтик выставлять то есть мы опять сейчас выходим где-то на 2,5-3 тысячи где-то вот так вот даем вот и начинаем крутить сейчас посмотрим что у нас будет так по скорости что у нас говорит на чек не смотрите я еще этим буду разбираться моментом мне и форсунки надо чистить вот так 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 машину взял БУ то есть тут надо много чего делать так как бы мне так и газовать и держать телефон наверное не получится да ну мы попробуем не хрен его знает не получится помин cancer никуда а не 도 что помин Andy терк который наверное них она насколько может вот hani человек человек никто а который ey то есть примерно я вот я вот маркером поделал такие небольшие эти значения себе вот то есть примерно там же и остался то есть качеством болта я особо ничего картину не поменял винта жадности вот ну теперь будем как бы вот это оптимальное положение что двигатель и раскручивается и не душится вот то можно задушить винтом жадности а можно дать чересчур много что она будет у меня есть литров 15 16 как она это дело вот а так вот этой методики винта жадности выставлять до на 3000 примерно 2 500 3 вот так она где-то есть 10 у меня примерно может чуть больше по месту вот не где-то 10 половиной где-то по трассе если ехать нормально не топить вот вот так что будем пробовать я еще не выезжал на на трассу вот попробуй если что не так я потом еще одно видео сделаю запишу все всем спасибо пробуйте выставляйте если что пишите в комментариях включился вентилятор прыгнули обороты и назад чуть подупали а ну-ка резко все равно блин стрельнуло я еще буду смотреть бронепровода что-то они мне не нравятся и так не должно быть потихоньку газуешь нормально а вот стрелять блин только шеду в топлива блин в пол пошло 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 вот по чуть-чуть даю более-менее красиво работает а именно с нуля вот это да надо смотреть бронепровода ну ладно это уже другая история все всем спасибо пробуйте выставляйте кстати сейчас это хлопнуло сейчас попробуем может опять качеством поиграться но хотя вот так вот и должно не должно больше идти потому что будет перерасход мне кажется если я не правь поправьте поправьте меня в комментариях вот будем будем бороться с этим недугом все вместе все всем спасибо до свидания